Доброго дня всем, уважаемые зрители! В эфире программа «Есть что сказать». Мы продолжаем наши встречи на Святой Земле. Моя постоянная собеседница, экскурсовод паломнической службы Радонеж Анна Мусан-Леви сегодня предложила поговорить о воспитании детей. Это всегда было делом тонким, но и Восток дело тонкое, а здесь одно сочетается с другим. Как воспитывают детей на Святой Земле? Есть ли какие-то особенности, какие-то свои традиции? Анечка, здравствуйте! Мы очень рады вас видеть и видеть вот именно в такой домашней семейной обстановке. Мы надеемся, что другие члены семьи тоже будут периодически в кадре появляться в большом количестве. Ну, не в таком уж большом. Для нашего региона трое детей – это только самое начало. Вот если бы их было шесть или семь, да, тогда можно было бы сказать, что я многодетная мама. А так, самая обычная для Востока мама. И действительно, Святая Земля, она особенная. И воспитание детей здесь тоже проходит не совсем так, как в других странах, мне думается. Ну, для того, чтобы разобраться, давайте начнем немножко сначала и вспомним о том, что здесь живут люди трех конфессий. Здесь есть иудеи, здесь есть мусульмане и есть христиане. Отдельно можно говорить о русских эмигрантах. Это отдельная тема, поэтому мы начнем все-таки с таких коренных, скажем, жителей. И, конечно же, и у иудеев, мусульман и у христиан есть свои какие-то особенности воспитания детей, которые мне, как маме, всегда очень интересно подмечать. Не с той целью, чтобы критиковать, а с той целью, чтобы что-то полезное для себя подсмотреть или, наоборот, сделать выводы, если я вижу что-то негативное. Ну, начнем с иудеев, поскольку мы о них, кстати, говорили в нашей прошлой передаче. Иудейское воспитание полностью религиозно. То есть основной целью семьи религиозных евреев является воспитание ребенка в вере. В этом смысле их дети несколько оторваны от жизни. Не в том смысле, что они не смотрят мультиков, не играют в компьютерные игры, нет. А в том смысле, что нечасто их обучают ремеслу, то есть практическим каким-то профессиям. Ультраортодоксальные евреи мальчиков обучают священному писанию. И мальчикам предстоит всю жизнь этим и заниматься. Другое дело, евреи просто религиозные, которые не принадлежат к ультраортодоксальным каким-то общинам, они могут обучать иногда детей чему-то, но редко ты увидишь среди религиозных евреев, например, слесаря или токаря или строителя. Чаще всего это будет что-то связанное с торговлей или какой-то бизнес, опять же, связанный с религией. Ну, например, вот у нас продукты питания все кошерные, то есть разрешенные для питания евреев. Там нет мяса с молоком соединенного вместе, нет свинины и так далее. Для того, чтобы определить кошерность продукта, нужен раввин, который будет ездить на предприятие, проверять и ставить печать. Профессия, да? Ну, как бы скажем. Вот, например, что-то такое. Девочки же абсолютно заняты только домашним хозяйством, их учат шить, вышивать, что мне очень нравится. Они много времени уделяют всякому рукоделию. И девочки с удовольствием делают всевозможные подарки своим многочисленным родственникам, семьи же большие, к еврейским праздникам. Они прям как у нас там, не знаю, какая-нибудь Машенька в селе в 19 веке. То есть они вышивают, вяжут, шьют своими руками. Вот это, конечно, очень здорово. Телевизоров у них и компьютеров в домах просто нет. Поэтому у детей, естественно, огромное количество времени на это. И плюс мама, которая не работает, сидит дома, воспитывает детей, соответственно, обучает. Что мне не нравится в иудейском воспитании, но что, наверное, не понравилось бы любому христианину, это некое высокомерие и отделение себя от остального общества. То есть мы особенные, мы хранители огня, мы знаем истинного Бога. Остальной весь мир во тьме лежит. Язычники Бога не знают, живут в грехе. Мы должны от них как можно дальше отделяться. Внутренне и мы православные так чувствуем, и нам тоже хочется своих детей оградить от вредных влияний мира. Но однако на уровне общения, социального общения, мы не запрещаем нашим детям играть с детьми, например, неправославными. А у них это практически невозможно. Я говорю про ультра-ортодоксальные семьи, то есть очень верующие. То есть некое отделение себя и замкнутость в своей общении. Это что касается евреев. Опять же, то, что очень положительно, что в религиозных семьях, даже не очень строго религиозных, но всё-таки относящихся к религиозному сектору, дети, конечно, очень скромно одеты. Скромно в смысле закрыто, невульгарно, несовременно. И это тоже, конечно, меня как маму привлекает. Что касается мусульманских семей, то здесь очень многое зависит от достатка. Есть богатые мусульманские семьи, где детям даётся образование и стремятся к тому, чтобы ребёнок знал языки и так далее. Но всё-таки большинство семей бедные. И ребёнок ходит в школу максимум до третьего-четвёртого класса, а дальше пусть отцу в лавке помогает. И, соответственно, дети приучаются к труду. Что тоже интересно и, в общем-то, полезно нам знать, мусульманские дети иногда уже в 14-15 лет, мальчики, великолепно знают профессию определённую, там, строитель или продавец в магазине, и прекрасно с ней справляются, помогают родителям. Но, конечно, культурный уровень тут, понятно, оставляет желать лучшего. Но у нас Восток, у нас вообще с культурным уровнем – это вопрос большой. У нас культурный уровень – это скорее религиозный уровень человека. У нас книжки не читают вообще в принципе ни иудеи, ни мусульмане, по большому счёту. Опять же, только религиозные свои книги. Про светских израильтян сейчас не говорю вообще, потому что воспитание светских детей такое же, как и везде. Америка, да, то есть свобода нравов и так далее. Что касается православных арабов, здесь большое стремление к Европе. И у нас считается, что если ты православный, если ты христианин вообще, то ты должен полностью повторять, соответствовать европейским образцам. И в одежде, и в стремлению к образованию, в стремлении к знанию иностранных языков, к хорошей профессии, деньгам, бизнесу и так далее. Поэтому европейские арабы, православные, простите, арабы, очень сильно европизированы. И этим, в общем-то, всё сказано. Светские же израильтяне не так плохо выглядят, скажем так, как я назад нарисовала, потому что на самом деле всё равно на Востоке, в силу традиций таких вот культурных, достаточно древних, исторических, очень силён институт семьи. Поэтому у нас, даже если девушка абсолютно светская, неважно, да, из какой даже семьи, богатая или бедная, ну, живёт, как вся молодёжь, курит там, понятно, гуляет. Как только дело доходит до свадьбы, всё, она будет верная жена, верная мама, минимум с тремя, а то четырьмя, пятью детьми. И хотя в синагогу она может ходить там только раз в год, а то и вообще там раз в жизни, там на похороны чьи-нибудь, да, это неважно, всё равно есть понятие семьи, ведь у неё очень много родственников, и у мужа очень много родственников, и их брак — это не только их личное дело, это дело двух кланов, двух семей. И поэтому любой развод — это огромный скандал, это трагедия, и разводов у нас очень мало. Особо мне всё-таки хочется вернуться к православным, если время нам позволяет, ещё пару минут есть. Да, ещё есть время. Православные, вообще христиане, арабы-католики, арабы-православные, конечно, отличаются от остальных всё-таки большим, скажем так, целомудрием до свадьбы. Этим же, кстати, вообще отличаются и мусульмане верующие, ну, про иудеев мы уже говорили, вообще отличаются от светских. От светских я имею в виду всех, которые здесь живут, и русских, и нерусских. До свадьбы у христиан не приняты никакие отношения вообще у арабов. Если девушка, не дай бог, чего-то там где-то согрешила, просто на ней никто не женится. Потому что здесь все друг друга знают, общины христианские и арабские, неважно, католические или православные, достаточно тесные, и поэтому этот вопрос просто, он не стоит. То есть до свадьбы хранится целомудрие. Даже если семья только номинально христиане, в церкви они не ходят, таких тоже полно, естественно, арабов. Но момент вот девственности, целомудренности и у мужчин и у женщин до брака нет. У мусульман, однако, я наблюдала тенденцию, что до брака это все прекрасно, а после брака мужчины нередко, конечно, не хранят той верности своим женам, которые нам бы хотелось, как сказать, да, христианам видеть. Верность хранит жена. Женщина, она абсолютно принадлежит у мусульман, дому, семье, а мужчины, к сожалению, если они не верующие, скажем так, а только номинально мусульмане, они, конечно, могут гулять, и, к сожалению, это есть. У христиан нет. Христиане, арабы, очень хорошие, как бы семьи у них, и крепкие, и верные. И поэтому вот обстановка общая, скажем так, у нас, из того, что я рассказала, думаю, это можно почувствовать, намного лучше, чем во многих странах. То есть такого вопиющего разврата у нас нет. Ну, достаточно сказать, что в Иерусалиме нет публичных домов, нет ночных клубов открытых. То есть, в принципе, скажем так, вся жизнь регламентирована религией. Той, иной или третьей. То есть мусульманством, иудаизмом или христианством. Смотря какое общение человек принадлежит. И вообще людей, не принадлежащих ни к какой общине, у нас нет. Человек рождается кем-то. У нас нет ответа «Кто ты? Я атеист?». У нас вообще не спрашивают «Кто ты?» по национальности. Если у нас спрашивают «Кто ты?», имейте в виду твоя религиозная принадлежность исключительно. Я христианин, я мусульманин, я иудей. И, соответственно, нет людей, которые бы вообще ни к чему не принадлежали. Я атеист? У нас нет такого ответа. Хотя человек может быть крещеным, но не ходить в церковь, иудеем, но не ходить в синагогу. Но он знает, что он принадлежит к этой религии. И, соответственно, все, что касается брака и семьи, будет выполняться им в соответствии с его религией. Это очень интересно. Антон, будьте добры, вот у меня еще вопрос по поводу отношения к детям. То есть носится ли с ними как с писанной торбой? Насколько строгие ограничения накладываются на детское поведение дома и где-то в обществе? И еще, вот у нас, к сожалению, в России последние несколько, наверное, уже можно говорить десятилетий, просто тенденция страшно слышать, как молодые мамочки орут на своих детей. Вот вообще повышать голос на детей и в ответ слышать от них что-то подобное, наверняка это какое-то исключение. Вы знаете, да. У нас детей очень любят. И норма поведения — это любить, обожать, баловать, все разрешать, кормить беспрерывно сладким. Это норма на Востоке. У евреев, потому что это же наш сыночек, наша доченька, он же потом или она же в армию пойдет, может, его там вообще арабы убьют. Поэтому пусть пока он с нами, ему все будет дозволено. У арабов это... А вот это все — это в рамках нравственности и, опять же, религиозного закона, да? У светских нет. У светских в рамках всего подряд. Да. У мусульман — это просто восточное обожание и умиление перед сладенькими, очаровательными, кореглазенькими, развощокими малышами. У христиан — это, ну, примерно так же. Поэтому у нас, конечно, со строгостью плохо дело обстоит. А замечание ребенку на улице постороннему вообще, боже упаси, вас сделать, полицию мамаша вызовет сразу. То есть прикасаться руками или сделать замечание, ты можешь только милым голосом сказать, сладенький мой, перестань, пожалуйста, моей доченьке на головку песочек сыпать. Я тебя очень прошу, солнышко, ты уж от нее отойди, ну, соответственно, на иврите, да, или там. А как бы ударить ребенка на улице, там, по попе ему, иногда хочется, да, ни в коем случае нельзя. Тут же может подойти кто-то и сказать, что ты сделала ребенку, я сейчас вызову полицию, хотя это ребенок твой собственный. И ты, в общем-то, имеешь право его там, да, подзатыльник дать, если чего. На улице это делать нельзя. То есть у нас в этом смысле ювенальная юстиция не в законе, но в действии. В школах из-за этого, конечно, безобразие полное, в израильских. Поэтому мои дети учатся в частной англиканской, протестантской школе английской, потому что там другая совсем дисциплина, другой порядок. К сожалению, в школах, конечно, звенец полный, потому что дети очень свободные. Я не хочу сказать слово распущенные, потому что это немножко как бы обидно, да, они очень свободные. Это плюс израильских вообще детей. Но, к сожалению, и арабские тоже дети очень свободные, кстати. Но это минус, поскольку отсутствует в результате этой свободы отсутствует целый ряд культурных навыков социального, скажем так, поведения. Но что касается орать на детей, ну, в принципе, матери могут повысить голос, но это нечастое явление. Чаще все-таки у нас принято такое очень мягкое, и свое раздражение как бы сдерживают, по крайней мере, на людях, на улице. Потому что это считается дурно, кричать как бы на ребенка или как-то его тем более физически грубо там схватить или сделать. Хотя можно иногда такое видеть, но это обычно семьи простые, какие-то, знаете, там не очень культурные, но это видно даже по одежде, по всему. А так обычно нет. У нас обожание, восхваление, преклонение. В общем, чтобы вырастить настоящих разбойников, их надо баловать. Совершенно верно. Но в то же время ведь удается заложить и нравственные основы, и целомудрие. Действительно, мы возвращаемся к началу программы. И Восток дело тонкое, и воспитание дело тонкое. Когда они соединяются, так это вообще такая получается, ну, извините, китайская грамота, в которой разобраться. Это надо там жить, это надо вот этим дышать и очень глубоко во все вникать. И спасибо вам, что вы помогаете нам, ну, вот хотя бы так, насколько мы можем поверхностно, но все-таки разбираться в этом вопросе, он действительно и интересный, и нужно. Действительно, ведь много чему можно друг у друга поучиться. Спасибо. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Встреча на Святой Земле продолжится. Будем надеяться в рамках программы «Ей что сказать». А сейчас всего доброго. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok